всем привет с вами ted и сегодня у нас будет такой прикольный разговорный видосик поэтому мы себя увеличим вот настолько и избавляемся от баннера я думаю вы видите собственно цель уже на экране ну и видели на превьюхе сегодня мы поболтаем о том как поставить и добиться цели собственно весь план сейчас у вас на экране и давайте пробежимся по его списочку чтобы так сказать не было никаких недопониманий можно так давать 1 1 1 1 перед когда вы хотите добыться добиться хоть какой-нибудь цели вам нужно ее поставить невозможно добиться чего-нибудь если вы просто не взяли и не поставили себе эту цель то есть вы можете где-то что-то там хотеть что-то делать но вы никогда не добьетесь успеха конечно это жестко сказано но есть исключение ну они супер редки нужно четко сформулировать цель то есть я не хочу научиться точнее я хочу научиться в starcraft 2 играть научись вообще проблем нету нужна четкая цель и возьмем сегодня как раз за тему starcraft 2 будем на его примере кита вещи там анализировать вот нужно четко цель на уровне я хочу выйти в мастер лигу идеально но есть одно но а это именно второй пункт второй пункт нужно обозначить время определите время выполнения если вы не определили время выполнения вам будет очень тяжело контролировать как вы идете к своей цели потому что без время выполнения вы можете топтаться на месте и не понимать что нужно что-то менять Нужно что-то делать, нужно вносить корректировки. Поэтому время выполнения — это очень важно. Ставьте себе цель. Хочу выйти в мастер-лигу за, к примеру, один месяц. Почему нет? Дальше вам нужно изучить базовые навыки для вашей цели. То есть на этом примере вы берете, к примеру, что для того, чтобы играть на уровне мастер-лиги, что мне нужно делать? Обращайтесь к каким-нибудь игрокам, которые играют на уровне мастер-лиги, либо выше. Например, ко мне, я вам скажу, вам нужно просто хорошо уметь играть три билда, и на вашем пути вам нужно еще знать, как реагировать на ранние атаки. То есть на ранние алыны, на чизы, на вот эту вещь, потому что иначе вам через алмаз будет тяжело пробиться, вам будут не давать играть в ваш билд. Все очень просто. То есть вот это вот базовые навыки. Еще более базовые навыки. Зачем они нам нужны? Самое главное, наверное, нужно уточнить. Потому что просто знать три билда недостаточно. Вам нужно уметь их делать. То есть вам нужно подкачать механику, научиться пользоваться одной-второй рукой, клавиатурой, мышкой. Все это делать как вода, как говорил Брюс Ли, спокойно, управлять игрой, чувствовать, что все под контролем, знать, что вы делаете. Поэтому для этого у меня есть там сейчас, кстати, предложечка всяких, к примеру, механика ГМЛ. Там она помогает, рассказывает, как, собственно, обрести вот эти все базовые полезные навыки. И только-только после этого стоит браться за дело. Если вы поставили именно цель и хотите ее достичь. Точнее, если вы хотите достичь какой-то цели. Если вы хотите, допустим, достичь мастер-лиги, но до того, как вы поставили себе четкую цель, до того, как вы обозначили время, и до того, как вы узнали базовые навыки, которые вам нужны, чтобы достичь этой цели, а сразу взялись за дело, вы будете учиться, ну, так сказать, неправильным, абсолютно неправильным вещам, которые в целом вам не помогут в достижении вашей цели, а наоборот, потом будет сложнее переучиваться. Намного легче учиться сразу правильно, чем переучиваться. Вот. Что же делать дальше, когда вы взялись за дело? Вам нужно составить промежуточные цели. То есть, что это значит? Это значит, что нельзя взять и быть супер-начинающим игроком и перепрыгнуть сразу в мастер-лигу. То есть, это все путь, который занимает какие-то этапы. И вам очень важно составить эти промежуточные цели, которые состоят обычно из каких-то вот как раз-таки базовых навыков. То есть, возьмем, опять же, для примера. Хочу выйти в мастер-лигу за один месяц. Для этого мне нужно... Для этого мне нужно... Научиться строить, к примеру, две базы рабочих за 4 минуты 30 секунд, если я играю за процессор. Мне нужно выучить три базовых открытия. То есть, там один гейт, два гейта. Вот. Именно сначала мы начинаем учить открытия, потом мы начинаем учить какой-то билд посложнее, потом еще сложнее. И так у нас складывается понимание игры. То есть, именно по частям. Мы не начинаем сразу, насколько самое сложное брать. То есть, мы разбиваем все на кусочки и учимся маленькими кусочками. Так получается всегда намного быстрее и эффективнее. Вот это самое важное. Вот. И когда вы составили себе какие-то промежуточные уже цели, следуйте плану. Просто следуйте плану и корректируйте тайм-менеджмент. То есть, что такое тайм-менеджмент? Это вот как раз-таки то, как вы распределяете время в свое время, в тот момент, пока вы достигаете эту цель. То есть, вы же не можете 2-4 часа выходить в мастер-легу. Вам нужно, как минимум, поспать. Если вы повзрослее, вам нужно походить в школу. Если еще возрослее, в универ, ну и дальше на работу. Я думаю, все все понимают. Соответственно, как распределить так время, чтобы грамотно идти к своей цели? А конкретно по вот этой штуке с временем я расскажу в следующем ролике. обязательно его смотрите. Поэтому, кто только зашел, ставьте колокольчик. И в следующем ролике естественно, колокольчик после подписки. В следующем ролике я расскажу, как четко корректировать тайм-менеджмент, чтобы достигать свою цель. Вот. Как им распоряжаться. Вот. Ну, нужно распределять уже на этом этапе. То есть, понимать, как мы будем распоряжаться своим временем, сколько времени уделять, на какие аспекты тренировки и достижения цели и так далее. И сразу же за этим нужно скорректировать моральную установку. Что это значит? Это значит, что нужно бить себе в голову. Что? Если вы сейчас на каком-то слабом уровне, то вы не должны сразу же начинать делать что-то лучше, чем люди, которые находятся сейчас на уровень выше вас. То есть, вы должны от них что-то брать, понимать, как с ними, к примеру, бороться в этой среде, где вы какую-то цель достигаете и преодолевать. Обязательно понимайте, где вы есть, что вы делаете и что вам, соответственно, нужно делать дальше, чтобы стать лучше. Вот это самое основное. Главное, вот как раз-таки седьмой пункт, чтобы не начать себя накручивать, что вы лучше всех, а, ну, на самом деле, так, так как бы не происходит. Потому что будет деморализация. И вот что это будет опровергать деморализацию, так сказать, а восьмой пункт призы, это наоборот повышает, повышает мораль. Обязательно за достижение промежуточных целей придумайте себе какую-то награду. Конкретно в фаркартике купите скинчик, поиграйте в аркаду, я не знаю, придумайте награду для себя. Вот, и это поможет поддерживать высокую, так сказать, силу духа и достигать своей цели дальше. Вот. Собственно, мы по всему прошлись. с вами был Тед, надеюсь, вам понравилось, и обязательно смотрите, предложечка сейчас будет возникать на экране. Классные видосы, плейлисты вот из серии коучинга с примерами, немножко, StarCraft 2. До новых встреч!